Здравствуйте, я Руслан Насташко в эфире независимого телевидения Севастополя «Геополитика» Итоговая программа о самых главных событиях в мире, России и городе русской славы за минувшую неделю Сегодня в выпуске О чем Владимир Путин говорил в Москве с турецким коллегой И почему на Западе кричат, что ливийский маршал Хафтар действует в интересах России Как Порошенко атакует Зеленского и что наша страна намерена делать с парламентской ассамблеей Совета Европы Что означает доклад генпрокурора России о коррупции и почему глава государства принял участие в Арктическом форуме Как прошел эксперимент по налоговому режиму для самозанятых и зачем спикер Госдумы предложил внести поправки в Конституцию России Сколько Украина должна Севастополю за оккупацию и почему разруха на Матросском бульваре может похоронить чиновников Как выглядит сокращение дистанции с губернатором Овсяниковым и чем прирастет культурная инфраструктура города русской славы Вам интересны подробности? Тогда смотрите и слушайте внимательно в эфире «Геополитика» На фоне судорожных метаний США, пытающихся не допустить покупки Турции российских комплексов С-400 Снова во весь рост поднимается вопрос о цене сдержанности в большой политике Когда турецкий самолет атаковал наш штурмовик Су-24, а поддерживаемые Анкарой сирийские боевики расстреляли катапультировавшегося пилота Олега Пешкова В Рунете раздавались призывы чуть ли не бомбить Стамбул Но Владимир Путин проявил выдержку и в итоге оказалось, что это была провокация, которую устроили против Раджепа Таипа Эрдогана оппозиционные ему военные От нас не дождутся нервной, истерической, опасной для нас самих и для всего мира реакции Реакции, рассчитанные на, может быть, какие-то внешние эффекты или даже на сиюминутное внутриполитическое потребление Этого не будет В основе наших действий прежде всего будет ответственность перед своей страной и перед своим народом Сейчас, по прошедствии трех с половиной лет, все участники той провокации поплатились за свое преступление Кто-то сидит в тюрьме, как пилоты того самого F-16 и главарь боевиков Аль-Парслан, Чили А кто-то вообще гниет в земле Для бывшего же премьер-министра Турции Ахмеда Давут Аглу, отдавшего приказ открыть огонь по нашему самолету, это обернулось концом политической карьеры Если принять за верную ту версию, в рамках которых Давут Аглу действовал в интересах США, то очевидно, что это была попытка вырыть яму российско-турецким отношениям Чем же она обернулась? Турция понесла существенный экономический ущерб от санкций со стороны России А Эрдоган едва пережил, благодаря российскому предупреждению, попытку военного переворота И вот теперь Анкара решительно намерена купить наше ЗРК С-400, вопреки растущему давлению со стороны Вашингтона, о котором я рассказывал в предыдущем выпуске «Геополитики» Послушайте перевод того, что сказал по этому поводу Эрдоган, который на завершающейся неделе побывал в Москве, где провел переговоры с нашим президентом Владимиром Путиным Дорожную карту по С-400 мы уже проложили, соответствующие шаги из дела все уже закончено И после этого кто-то будет выступать с пожеланиями, с рекомендациями, откажитесь от этого Будут не признавать наше мнение Если мы уже договорились, подписали свое соглашение, естественно мы будем продолжать двигаться дальше Это наше суверенное право, это наше решение Никто не может требовать от нас отказаться от этого Он там вообще много интересного сказал И про то, что из расчетов между нашими странами и дальше будут вытеснять доллар в пользу национальных валют И про атомную электростанцию Аккую, которую строит Росатом И про турецкий поток И про урегулирование в Сирии Видеть, как Эрдоган, который изо всех сил пытался расчленить соседнее государство, теперь вещает о незыблемости территориальной целостности Сирии Это вообще отдельная письма Что же касается Путина, то он признал, что переговоры с турецким коллегой вовсе нельзя назвать благостными Что есть трения и проблемы, но диалог все равно идет Мы, например, спорили по вопросам обложения сборами нашей металлургической промышленности Для нас турецкие партнеры подняли ставку на 2-2,5%, а для некоторых других стран понизили на 1,3% Мы понимаем, о чем речь, мы в материале Я просто вам говорю, что не все так благостно Турецкие партнеры, конечно, борются за свои интересы, мы за свои интересы Что касается энергоносителей, о которых сказал господин Эрдоган Они формируются не по воле «Газпрома», они формируются рыночным способом Такая вот цена на рынке Они не назначаются «Газпромом» в директивном порядке И здесь есть вопросы, есть проблемы Наши турецкие друзья настаивают на одних форумах По коммерческим соображениям «Газпром» предлагает другие решения Но они все равно будут находиться, эти решения Мы их будем искать и будем находить Потому что мы дорожим турецким рынком и отношениям с турецкими партнерами и друзьями Но вот я вам хочу сказать самое главное в этой части Дело даже не столько в ценах, хотя это очень важный параметр Дело в стабильности поставок российского газа У Турции много контрактов в области поставки газа Далеко не все выполняют свои контрактные обязательства А Россия стабильно выполняет и по объёмам, и по ценам И действует на основе долгосрочных контрактов И это, несмотря на никакие ценовые показатели, создает базовые условия для развития турецкой экономики Потому что бизнес понимает, как он будет жить на перспективу Уверен в этих поставках Более того, в зимний-осенний период Россия увеличивает по просьбе турецкого правительства Объёмы поставок наших энергоносителей на турецкий рынок Потому что другие партнёры Турции не справляются со взятыми на себя обязательствами А мы делаем это исправно Всё понятно Никуда турки не денутся И газ будут брать И заплатят, сколько рыночек порешают И С-400 купят тоже Потому что когда с одной стороны ямы, вырытые американскими партнёрами по НАТО А с другой стабильное отношение с Россией, которая не пытается устраивать перевороты Или настаивать на соблюдении прав секс-меньшинств То выбор очевиден Яма, которую американцы рыли Эрдогану, внезапно оказалась под ногами у них самих И они теряют своего натовского союзника, обладающего второй по силе армии в Альянсе А Россия, она не приобретает союзника Нет, потому что турки народ ненадёжный Но она избавляется от противника, переводя его в разряд бизнес-партнёров Для Москвы важно завершить победную сирийскую кампанию, закрепив результаты войны В которой проиграли все, кто кричал, что Асад должен уйти Сколько людей, делавших подобные заявления, потеряли свои высокие посты? Много А Башар Асад, которого демократически избрал сирийский народ, удерживается на своём посту Оставшиеся террористы будут добиты Курды тоже угомонятся Похоронив свои мечты об отдельном государстве И во всех этих делах России поможет спасённый от смерти Эрдоган А произошло это всё в частности потому, что мы смогли разобраться в обстоятельствах При которых был лишён жизни наш лётчик Олег Пешков То есть не бросились бомбить Стамбул, а поняли, что делать этого не стоит Единственное, о чём можно пожалеть, так это о том, что отдавший приказ стрелять по нашему Су-24 Ахмед Давут Аглу По-прежнему топчет поверхность планеты Впрочем, месть — это блюдо, которое подают холодным Так что вполне возможно, у Давут Аглу ещё всё впереди Кстати, о холодных блюдах Одним из них вполне можно назвать происходящее в многострадальной Ливии Там глава ливийской национальной армии, фельдмаршал Халифа Хафтар Повёл успешное наступление сразу на всех своих противников От прозападных марионеток, сидящих в Триполи До местечковых террористов различных сортов На Западе кричат «караул» и клеймят военачальника с союзником Кремля В дело идут любые слухи и домыслы на этот счёт Вот, допустим, цитата из публикации на пропагандистском «Голосе Америки» Независимый военный аналитик Александр Гольц в интервью русской службе «Голоса Америки» напомнил Что в мировой и российской прессе было много публикаций об отправке в Ливию из России Вагнеровцев и даже действующих военнослужащих из ВДВ По его мнению, вероятность того, что на стороне Хафтара Или сражаются граждане РФ, или как минимум они готовят его солдат, весьма существенна Гольц – это такой человек-либерал из когорты людей с хорошими лицами Прислушиваться к мнению подобных экспертов – мавитоны Потому мы позвали в гости вменяемого человека, имеющего что сказать по ливийскому вопросу Передаю слово политологу, журналисту и просто красавице на Дане Фредрихсон Когда Хафтар понимал, что после взятия Бенгази у него не так много времени, чтобы начать новый большой поход Я так думаю, я не участвовал, но я предполагаю Он, безусловно, вел какие-то переговоры, консультации, скажем так, с рядом внешних стран Это Египет, это Объединенные Арабские Эмираты, это Франция и это Россия Потому что мы прекрасно помним, как в 2018 году проходила встреча между нашим военным ведомством и как раз-таки Хафтаром Повторюсь, Россия заинтересована в тех фигурах, которые в таком сложном регионе действительно имеют потенциал душить террористов, боевиков Ну и кроме того, ну послушайте, Россия в этом смысле уж, простите меня за прямоту, но не банановая республика Безусловно, у нас есть прямые интересы на Ближнем Востоке Они были в Сирии, помимо уничтожения боевиков, это военная база, этого никто не скрывал Поэтому я не очень понимаю криков некоторых наших сограждан, которых хватает А, у нас там военная база Да, этого никто не скрывал Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы, возможно, я не говорю ни за кого, предполагаю, чтобы было наше определенное влияние и в Ливии И, конечно, мы заинтересованы тоже поучаствовать в такой борьбе, гонке за порты Ливии и за нефть Это нормально для крупных игроков Поэтому, конечно, Россия также вела, я так думаю, переговоры с Хафтаром Я не знаю, насколько тяжело шли эти переговоры и зашли ли они в тупик Чего должен был добиться Хафтар перед тем, как идти на большой поход на Триполи Чтобы, скажем так, вся его команда условная внешних стран Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Россия Чтобы они между собой договорились на случай, если Хафтар одерживает победу Как что будет, скажем так, распределяться Кто какие бонусы получит Давайте называть вещи, простите, своими именами Трудно сказать, насколько быстро договорились эти игроки или не договорились Но спусковым механизмом послужил визит представителя ООН в Ливию Где он что заявляет? Слушайте, а давайте-ка мы весной 2019 года То есть не летом, не осенью, весной Проведем выборы Что-то мы тут так подумали Пора бы вот уже создавать некое единое правительство Вот как воспринимает это Хафтар? Человек, который, повторюсь, имел президентские амбиции достаточно давно Он понимает, что если сейчас он не начинает активных действий Он все потеряет Потому что, что называется, без меня меня не выбрали В этом плане мы прекрасно понимаем Как такие страны, как Соединенные Штаты или Британия Действуют на внешних периметрах Какая-то чертую демократия Они там все порешали у себя в кулуарах Выдали этот ответ как итоговое решение А дальше под это подогнали определенную политическую конъюнктуру Все, красивая картинка, снята, все сделали Это все прекрасно понимают И Хафтар понимал, что если он сейчас не начнет действовать Все, что он делал до этого, все это аннулируется Да, но еще есть один важный момент Почему представитель ООН вот сейчас прибыл в Ливию И заявил, а давайте весной 2019 года Вполне возможно, что такие страны, как Британия, Соединенные Штаты Америки Которые участвуют в этих торгах За доступ к портам Ливии и к нефти Ливии Не надо здесь считать, что все тут за демократию борются Все борются немножечко за другое Конечно, они видели, как Франция подыгрывает Хафтару Какие интересы у России Для чего далеко ходить Полгода назад в британском издании была огромная статья На тему политики России в Ливии Вы посмотрите В таких черных тонах рисовать какие-то решения России Но это надо было очень постараться Но между строк было явно видно Британии не нравится, что Россия в принципе интересуется Ливией Даже если бы мы одним глазком туда смотрели бы Британия по этому поводу охала бы, ахала бы И кричала, что это вообще чуть ли не вмешательство И вообще бог знает что Поэтому, когда Британия и Соединенные Штаты так переживающие, что кто-то поглядывает на Ливию Где есть нефть и важные логистические какие-то узлы Когда они видят, что не только Россия, не только Египет, не только Объединенные Арабские Эмираты Но, простите, и Франция Сели вы-то куда пошли, друзья наши, союзнички Когда они играют в настроениях автора Они прекрасно понимают, к чему это идет И, кстати, представитель ООН об этом и заявил Мы видим перемещение военной техники в Ливии Нам это не нравится Почему мы не рассматриваем вариант, что он появился вот сейчас С таким резким заявлением о выборах весной 2019 года неспроста Они понимали, что ведется какой-то торг Возможно, они хотели спровоцировать наступление хавтора Раньше, чем он сам планировал Выбить у него почву из-под ног Сейчас мы видим сложную ситуацию Да, он перешел в наступление У него не было выбора У него просто не было выбора Либо чемодан в вокзал куда-нибудь Либо уже ввязываться до конца Но вот тут очень важная вилка С одной стороны Соединенные Штаты Америки вроде как поддерживали Триполя Но они один раз на Ближнем Востоке Погорели вот этим туннельным мышлением Когда началась ситуация в Сирии Америка что заявляла? Асад должен уйти Асад должен уйти Они это повторяли из раза в раз И не следили за тем, как меняются конъюнктуры в регионе Они уперлись в эту позицию И уже отступить не могут Потому что нельзя повторять, что Америка мы великие Мы уберем этого жуткого диктатора Асад должен уйти Но нельзя после этого, простите, переобуваться И Трамп это понимает Он понимает, что Обама здесь допустил в том числе Большую ошибку на Ближнем Востоке Понимая это Трамп вполне возможно не вцепится в Триполи Как в свое время Обама вцепился в оппозицию сирийскую Возможно он подумает Так, подождите, а давайте мы понаблюдаем Как вообще Хафтер это действует Может быть не стоит так, что сразу на него коз поглядывать Это кстати в стиле Трампа Я в принципе могу себе представить Как в какой-то момент, если Хафтер успешно пойдет продвижение Все-таки, да Мы прочитаем твит Дональда нашего Трампа Примерно, примерно такого содержания Я слышал, что Хафтер хороший военачальник И интересный политик Мне было бы интересно с ним поговорить Вот что-то подобное, примерно такой твит Я в принципе могу себе представить Это будет говорить о том, что Трамп выучил уроки Барака Обамы на Ближнем Востоке И понял, что где-где, а в этом регионе Занимать только одну позицию и только над ней топтаться Это ошибочно Поэтому, вот сейчас я прочитала некоторые комментарии Хафтер наш, нет, не наш Да подождите вы Он ничейный Это, по-моему, очевидно Что если он будет одерживать победу в Ливии Давайте будем честными Он откроет торги Да, если в этот момент из Белого дома ему позвонят и скажут Слушайте, мы тут за вами понаблюдали Да вы перспективный, надо сказать Не хотите обсудить ли сотрудничество Он рассмотрит этот вариант, я более чем уверена Он политик, он не только воин Поэтому вот сейчас рассказывает, что за счет Хафтера Паровозом выигрывают Египет, Абденарабские Эмираты, Франция, Россия Ну давайте не будем торопиться Потому что сейчас очень важно посмотреть, как поведет себя Трамп Если Трамп выучил урок и действительно попытается с Хафтером договориться Это одна ситуация в Ливии Но если Америка снова упрется Вот в эту свою позицию Что нет, вот если мы поддерживали Триполи Горя на все огнем, мы будем ее поддерживать дальше Вот тогда военный поход Хафтера Может закончиться небольшой победой А очередной гражданской войной В многострадальной Ливии Которая намучилась так, что наверное не снилось ни одной уже стране В новейшей истории Почему? Технология уже отработана В очередной раз вот эти вот разные повстанческие группы Которые сейчас якобы охраняют Триполи Они встанут на штыки против Хафтера Наверняка нарисуются какие-то новые боевые группировки Оппозиция, не оппозиция Боевики, не боевики И пошло-поехало по новой, по новой, по новой То есть действительно сейчас Как бы это странно ни звучало, непатриотично Но по факту так и получается Очень многое зависит от того Какое решение примет Трамп Если он начнет торговаться с Хафтером Это одна ситуация, одни риски И одна конфигурация Если он в цепи со Триполи То есть риск Разрастания новой, более кровавой, более масштабной гражданской войны На завершающейся неделе в СМИ была вброшена информация о том, что коллеги сериальных Малдера и Скали Начали копать против украинского олигарха Игоря Коломойского ФБР ведет расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского Сообщило издание Daily Beast со ссылкой на источники Отмечается, что дело связано с возможными финансовыми преступлениями Как заявил изданию адвокат бизнесмена Майкл Салливан Коломойский категорически отрицает, что он когда-либо отмывал деньги в США Сам Коломойский, сидя в Израиле, пинает Порошенко Заявляя, что тот состоит в отличных отношениях с Путиным И что, у Путина и Порошенко хорошие отношения, вы считаете? У Путина и Порошенко? Ну, публично плохие, а так, по-моему, неплохие У них связующее звено есть Медведчук Ну все, этого достаточно Медведчук это связь между Путиным и Порошенко И другого больше никого нет Бойко-то так Тут стоит понимать, что совершенно не важно Правда ли существует такое расследование Или это чистой водой ложь Потому что вброшенная информация Не более чем прием черного пиара В украинской предвыборной кампании Косвенно бьющего по конкуренту Порошенко Владимиру Зеленскому Вряд ли можно считать случайностью Что вброс про расследование в БР появился в те же самые дни Когда выигравшего первый тур выборов шоумена Атаковали и другим способом Первый вице-спикер Рады, депутат от фракции Блок Петра Порошенко Ирина Герасченко Потребовала возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского По мнению Герасченко, Зеленский своей ролью президента Голобородько В фильме «Слуга народа» оскорбляет инвалидов Употребляя слова олигофрены и дауны Зеленский молод и у него нет политического прошлого В общем, к нему трудно придраться Но откровенная нацистка Герасченко все-таки сумела Мы строим европейскую Украину, толерантное государство Где язык ненависти и вражды недопустим Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе Тем более от человека, который претендует на роль нового политика Язык ненависти, дискриминации отбрасывает нас от Евросоюза и НАТО Ведь ключевыми принципами этих институтов Выступает уважение к правам человека, толерантность Употребление медицинских терминов в бранном контексте Является дискриминирующим, унижающим человеческое достоинство НАТО, оказывается, уважает права человека А сербы-то, афганцы и иракцы, они не в курсе Не зря Герасченко за олигофренов обидно стало Напомню, про толерантность заверещала та самая женщина Которая выкрикила в пассе украинский аналог гитлеровского приветствия И кидала зиги Волнуют Герасченко, конечно, вовсе не права людей с синдромом Дауна А то, что Зеленский готов снизить накал русофобии, сев за стол переговоров с Путиным Чтобы не допустить этого, сведомые готовы на многое В том числе на физическое устранение конкурента Порошенко Это вовсе не фигура речи На днях команда Зеленского опубликовала на ютубе ролик, в котором их кандидата сбивает КАМАЗ Помимо угрозы смертью, видео содержит намек на то, что шоумен нюхает кокаин Ролик появился изначально в телеграм-канале «Европейское будущее Украины» Формально этот канал не относится к числу тех, которые ведет команда Порошенко Но он связан с одноименным сайтом А этот сайт, в свою очередь, точно сделан командой Порошенко Потому что его рекламировали в официальном телеграм-канале действующего украинского президента Всем привет! Большое, кто высказывается против меня в соцмережах, на телебачене и рядом урн Для голосования так уж То есть фактически это угроза в адрес Зеленского, поданная под видом шутки И для верности переплетенная с обвинением в наркомании Причем еще одним доказательством того, что Ролик сделала именно команда Порошенко Выступает активная раскрутка темы про сдачу теста на наркотики Вот опубликованный там же опрос Если кандидат сначала призывает сдать тест на наркотики, а после сам уклоняется от этого, то он Первое, имеет что скрывать Второе, неудачно пошутил Третье, испугался То есть посмотрите, со скольких направлений сразу атакуют Зеленского И спонсор у него сомнительный И олигофренов с даунами он оскорбляет в фильме И кокаин нюхает гад Того и гляди, до внезапной кончины донюхается И весь этот балаган только для того, чтобы не допустить к власти человека, готового начать хоть какой-то диалог с Россией Ближе к концу недели официальный представитель СБУ сообщила, что украинское ведомство может начать расследование о причастности российских спецслужб к финансированию предвыборной кампании Зеленского То есть наметился еще один вектор атаки на главного соперника Порошенко Учитывая, что на Украине уже гибли при сомнительных обстоятельствах политики, шоумену следует усилить охрану и не давать посторонним людям никакой информации о маршрутах своих перемещений Потому что за его смерть Коломойский, скорее всего, отомстит, но покойному это уже не поможет Надо поберечься, пока есть возможность Иначе украинцам вновь придется несколько лет терпеть патологического лжеца Порошенко, который за полторы недели до выборов начал изображать из себя русскоязычного Слушайте, я сам русскоязычный Я народился на півдне Одесской области И уже декілька раз стверджував, что я спочатку спілкувався выключено русською мовою И для меня абсолютно природно говорить на русском языке И я готов посоревноваться с кем угодно и написать или диктант, или сочинение на русском Давайте посоревнуемся Троли Путина, конечно, не могли пройти мимо такого лицемерия Заходит в бар русскоязычный трезвенник, враг Путина, православный, баптист, президент мира и циничный Бандера А бармен такой Доброго ранку, Петр Алексеевич Нет, они, конечно, друг друга стоят И Зеленский перечислял деньги карательным нацбатам, убивающим жителей Донбасса Но его избрание дает хоть какой-то, пусть мизерный шанс на мирное урегулирование Избрание же Порошенко такого шанса не дает Пока украинский президент изо всех сил пытается удержаться у власти, его идейные соратники в пассе Стараются во что бы то ни стало сохранить атмосферу трэша и русофобии О том, что произошло на этом фронте, расскажет моя коллега Ольга Иконникова Совет Европы был создан в мае 1949 года и стал своеобразным ответом на призыв Черчилля создать свои Соединенные Штаты Европы Хотя на самом деле эта организация, как и многие другие в то время, создавалась в пику Советскому Союзу А потому никакого нового европейского дома без границ из этой организации не получилось Регламентируя свой нейтралитет по экономическим и военно-политическим вопросам Совет Европы использовал и продолжает использовать свой авторитет для давления на неугодных членов Все это часто делается по указанию стран-наблюдателей, в число которых входят США Россия вступила в организацию в 1996 году и, присоединяясь, обязалась привести законодательство и политическую систему в соответствии с европейскими нормами В то же время наша страна стала одним из пяти крупнейших спонсоров Совета Европы При этом сразу же после получения России членства страна стала подвергаться критике европейских партнеров Они не раз обвиняли Российскую Федерацию в ущемлении прав человека, призывали прекратить Чеченскую войну, разрешить гей-парады и не вмешиваться в грузино-осетинский конфликт в 2008 году За все время членства России в Совете Европы было ратифицировано более 60 конвенций по правам человека, борьбе с терроризмом, правовому сотрудничеству и другим Хотя некоторые требования, такие как выведение российского военного контингента из Приднестровья, были оспорены Однако в 2014 году в связи с присоединением Крыма российскую делегацию в парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса Тогда Россия отозвала свою делегацию из ПАСИ, а после того, как ситуация не изменилась, перестала платить членские взносы В октябре 2018 года наша страна объявила условия, на которых была готова вернуться к выплатам В регламент ПАСИ должны были внести правку, которая запрещала бы лишать национальной делегации права голоса Первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров За последние годы Совет Европы превратился в площадку оголтелой русофобии, поэтому, откровенно говоря, было непонятно, зачем мы туда ездим Я имею в виду ПАСИ Постоянные ограничения и воспитание России по любому поводу – это тоже вело к тому, что там, кроме безосновательной критики, ждать нечего Мы потребовали равных прав для всех участников парламентской ассамблеи Однако это условие соблюдено не было, а генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Яглан заявил, что если Россия не начнет платить взносы до июня 2019-го, то ее лишат членства В январе этого года сам генсек направил письмо в Госдуму с тем, чтобы для участия в ПАСИ была сформирована российская делегация Однако он снова получил отказ, так как никакой информации о предоставлении России права голоса письмо не содержало Но, похоже, Совету Европы на самом деле не хватает России На весенней сессии ПАСИ, которая стартовала на этой неделе, тот же Яглан заявил, что лишение России права голоса не просто не вернуло Крым Украине Но и создало кризис в Совете Европы А потому единственным способом сохранить связи России и Европы в судебном порядке является возвращение права голоса Москве Эксперты отмечают, что без России Совет Европы фактически теряет смысл существования Организация не сможет больше воздействовать на российских партнеров ни через ЕСПЧ, ни через другие институты Это только укрепит независимость при принятии политических решений нашей страной И как результат докажет несостоятельность и ненужность Совета Европы Да и деньги, которые Россия платила за членство в организации, явно лишними не будут Именно поэтому ПАСИ создал регламентный комитет, который работает над снятием санкций с России При этом в связи с изменением правил комитетов Украина лишилась там всех мест И это неудивительно, совсем недавно на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии Руководитель немецкой делегации в ПАСИ в нецензурной форме обратился к народным депутатам Украины И случилось это именно в тот момент, когда речь зашла об изменении регламента ПАСИ ради возвращения России Похоже, Совет Европы серьезно настроен на возвращение российской делегации в свой состав И в этом вопросе, как и во многих других представителей молодых демократий, которые еще не поняли, куда ветер дует, ему не указ Сюжет подготовила Ольга Иконикова специально для программы Геополитика Теперь о внутренних темах и начну с наболевшей Генпрокурор Юрий Чайко надел много шума, озвучив данные насчет борьбы против коррупции СМИ традиционно взяли из выступления то, что можно использовать в крикливых заголовках, выделив пару самых громких названий Генпрокурор Юрий Чайко представил доклад о состоянии законности и правопорядка в 2018 году В нем говорится, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха похитили более 1,6 миллиарда рублей Выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения На деле же названы в цитате госкорпорации вовсе не самые интересные пункты доклада Генпрокурора Там есть кое-что позанятнее В докладе Чайки в целом описывала ситуация с коррупционными преступлениями в России Так в нем говорится, что число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, с 17 до 39 Число коррумпированных сотрудников органов внутренних дел выросло на 1,6% с 956 до 971, а Следственного комитета на 38,1% с 21 до 29 Всего число выявленных коррупционеров в 2018 году составило почти 16 тысяч, в том числе должностных лиц немногим более 10 тысяч То есть получается, что число коррупционеров в органах правопорядка, несмотря на борьбу против коррупции, только растет А еще, например, нечистоплотные чиновники смогли причинить больше ущерба Также Чайка отмечает, что выросло число коррупционных преступлений, причинивших существенный материальный ущерб Он составил 65,7 миллиарда рублей, хотя в 2017-м составлял 39,6 миллиарда Так это же ужас, надо бить в набат, кричать, посмотрите, до чего Путин довел страну, или не надо Я полагаю, что следует все же отреагировать спокойно, и вот почему Думаю, озвученные Чайкой данные означают, что выросла раскрываемость по коррупционным преступлениям То есть вот это повышение числа пойманных чекистов, полицейских и следователей Он означает, что с каждым годом возможности быть коррупционером в органах все меньше Пойманные они ведь могли бы и дальше занимать свои кабинеты, а государство могло делать вид, что никакой коррупции нет Но оно так не поступает, оно наоборот, активно разоблачает взяточников Понимаю, что это вызовет шквал криков про рост коррупции в России А еще оно, государство, все активнее возмещает причиненный коррупционерами ущерб за счет конфискации их активов Если в 2017-м году в ходе расследования уголовных дел удалось добиться добровольного возмещения ущерба Изъятие имущества и наложение ареста на сумму 26,5 миллиардов рублей 67% от причиненного материального ущерба То по итогам 2018 года эта сумма составила 46,5 миллиардов рублей 71% Говорится в тексте доклада Для государства ведь важно не только усадить коррупционера за решетку, но и отнять у него то, что он успел украсть И с этим дела обстоят год от года все лучше Можно сколько угодно критиковать Чайку, но нельзя не признать, что обнародование им таких чисел Это фактически вызов информационного огня на себя Тем же, кто начнет сравнивать Россию с так называемыми нормальными-то странами Можно отвечать словами известного киногероя А ты ему тогда скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют Да-да, а правопорядок в стране определяется не наличием воров А умением властей их обезвреживать Вот так На Западе коррупция узаконена и называется она лоббизмом У нас нет И в конце концов наше государство, если не поборет ее, то сведет к каким-то мизерным значениям Не остановит Россию и проблемы в другой важной для государства сфере Деле освоения Арктики Именно такое заявление сделал президент Владимир Путин на форуме «Арктика. Территория диалога», который прошел в Петербурге О том, как глава России общался с гостями из Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии, расскажет моя коллега Анна Сочина В Петербурге на этой неделе прошел международный арктический форум «Арктика. Территория диалога» В связи с тем, что льды в Арктике тают, открывая вместе с тем новые горизонты в нефтегазовой отрасли и области морских перевозок В этом году форуму было уделено значительное внимание В частности, мероприятие перенесли из Архангельска в Петербург, куда, помимо российского президента, приехали главы Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии На уровне министра иностранных дел была представлена и Дания Всего же на форум съехались почти 3000 участников из 52 зарубежных стран Что еще в 2015 году представить было сложно Тогда мероприятие вообще пришлось отменить из-за сложившейся геополитической ситуации И хотя понятно, что говорить о нормализации отношений с Западом пока рано Тот факт, что европейские президенты позволяют себе шутки и уж тем более разговоры о дружбе с диктатором Путиным Уже сам по себе вызывает злость у западных журналистов и некоторых отечественных деятелей Когда я говорила о том, что в Финляндии приезжает очень много российских туристов Вы сказали, что надеюсь, что они умеют себя вести нормально Наверное, я могу то же самое сейчас, потому что надеюсь, что финские туристи тоже ведут себя правильно Ну, спасибо за возможность Нормально, туристы все нормально Закусывают, так что все с ним Нормально, если это нормально Или это вот Отка, миссель, ялкин и все это кун Поэтому чуть-чуть по-русски в конце Я говорю плохо по-русски Извините, пожалуйста Но Я учил много лет назад Забыл почти все Но Это я помню Это я могу сказать И это я хочу сказать Нет ничего дороже на этой земле Чем настоящая дружба Большое спасибо И хотя подобных выступлений и шуток на форуме было предостаточно Собрались участники не для этого К 2050 году в Арктике по примерным подсчетам Будет сосредоточено почти 30% всех мировых запасов нефти и газа Вдобавок к этому таяние льдов Которые уже не остановить Открывает новые перспективы для Северного морского пути Уже сейчас объем перевозок по нему растет К 2025 году планируется нарастить его до 80 миллионов тонн ежегодно Это в общем-то вполне реалистичные цифры Потому что уже по итогам прошлого года Посев морг пути было перевезено 20 миллионов тонн грузов Что побило советский рекорд 1987 года в три раза Развитие Северного потока Это не просто приток денег за счет платежей от проходящих по нему судов Это еще и расширение портов В таких городах, как Мурманск и Петропавловск-Камчатский О чем в своем выступлении сказал Владимир Путин Стоит, к сожалению, признать, что и тот, и другой относятся к городам Откуда население массово уезжает В частности, ввиду безработицы Строительство новой инфраструктуры может хотя бы частично исправить эту ситуацию Тот же завод Ямал-СПГ в порту Сабетта дал тысячи новых рабочих мест В Мурманске и Петропавловске-Камчатском таким образом работа тоже найдется Тем более, что в прошлом году правительство уже подписало распоряжение На строительство в Мурманске новых объектов инфраструктуры морского порта В чем здесь интерес для таких стран, как Норвегия, Швеция и так далее Интерес самый прямой О нем, в частности, на форуме заявила посол Исландии в России Берглинг Айсгерсдотер Рыболовством на севере занимаются Россия, Норвегия и Исландия Этим компаниям нужны рыболовецкие суда, технологии, оборудование, дизайн и ноу-хау Все то, что могут предложить Исландия и Норвегия Это обеспечивает нам многомиллионные долларовые контракты Но рыбная ловля – это лишь один из примеров Как уже было сказано, в Арктике находятся колоссальные запасы углеводородов И в этом отношении Россия обогнала все другие страны арктического региона Открыв Ямал-СПГ или Арктик-СПГ-2, доходы которых постоянно растут Но не стоит забывать, что в этих проектах присутствуют западные, да и восточные в лице Китая инвесторы Что касается технологий, то наряду с отечественными опять же используются европейские Можно еще долго говорить о каждом проекте отдельно, но главное не это Международный арктический форум – это идеальная платформа для того, чтобы на фоне важных экономических вопросов обсуждать политические Отличие данного форума от других подобных мероприятий с участием европейских лидеров заключается в первую и главную очередь в тоне дискуссии Никаких повышенных тонов, только разговоры о развитии сотрудничества Даже учитывая тот факт, что вопросы санкций или, например, доклада спецпрокурора Мюллера поднимались Но раз уж речь зашла о Мюллере и США Американская делегация, пусть и не на высшем уровне, на форуме также была представлена, что логично, так как Штаты относятся к арктическим государствам Но если лидеры Исландии, Норвегии и так далее с Россией в Арктике реально хотят сотрудничать, то вот со Штатами дела обстоят иначе Пока европейцы обсуждают с Путиным инвестиционные проекты, США призывают лишить Россию права контроля за северным морским путем Сделав его интернациональным и открытым для прохода любых иностранных судов С какого перепугу, непонятно Ну, давайте тогда и Суэцкий канал сделаем интернациональным, почему бы и нет Почему, если это российская территория и российские территориальные воды, а также российская экономическая зона Северный морской путь вдруг должен стать интернациональным Заявления США объясняются очень просто Это злоба, потому что теперь уже всем очевидно, насколько стратегически важным регионом является Арктика Россия за последние несколько лет построила в Арктике 475 военных объектов и активно развивает газовые и нефтяные проекты Конечно, нельзя при этом сказать, что США на регион вообще не обращали никакого внимания Но вот под отстали – это точно Северный же морской путь вызывает там бешенство, без всякого преувеличения, особенно потому, что основным грузом там станет СПГ Тот же Китай уже вовсю покупает сжиженный газ с Ямала Да и не только Китай, и не только с Ямала В начале апреля, например, стало известно, что швейцарско-голландский Витол и испанская газовая компания Репсол Заключили с российским Новотеком соглашение о ежегодной поставке миллиона тонн топлива с завода Арктик СПГ-2, который ведут в эксплуатацию в 2022 году Договор заключен сразу на 15 лет Вот отсюда и берутся все заявления о том, что американский корабль пойдет по Севморпути этим летом, не спрашивая разрешения у России Да, пожалуйста, плыви! Вот только как плыть без сопровождения российских ледоколов, помощи в навигации и так далее – не очень понятно Назло маме, отморожу уши Отсюда же заявления о том, что США будут сдерживать Россию в Арктике Отсюда же регулярно проходящие в регионе американские учения Но все это не меняет того факта, что пока штаты бесятся, в Петербург съезжаются европейские лидеры, а западные компании заключают на форуме миллионной сделки И всем вдруг становится очевидно, с кем нужно решать вопросы по Арктике и уж тем более по Северному морскому пути Репортаж подготовила Анна Сочина специально для программы «Геополитика» В предыдущем выпуске «Геополитики» шла речь о шумихе, которую пытались раздуть либералы и примкнувшие к ним как бы левые Из переименования пяти существующих в России сборов в налоги А вот свежие новости по поводу реального нового налога, эксперимент по введению которого был начат в четырех регионах страны Эксперимент с введением нового налогового режима для самозанятых уже признан удачным А с 2020 года может распространиться на всю страну Но сами самозанятые столкнулись с проблемами Банки блокируют их переводы Неясно, как будет контролироваться их работа и могут ли они рассчитывать на меры поддержки, предусмотренные для малого бизнеса На это в среду они пожаловались первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову Глава Минфина России пообещал все перечисленные новыми налогоплательщиками проблемы решить А отечественные фискальные органы сообщили, что многие самозанятые легализуют свои доходы и исправно платят налог Который, собственно, не так уж и велик По данным на 10 апреля в системе самозанятых зарегистрировалось более 64 тысяч человек Всего они выплатили 117 миллионов рублей налогов Сообщил замруководителя Федеральной налоговой службы Даниил Егоров Платить налог можно через специальное приложение Кассу, в котором человек может зарегистрироваться как самозанятый Для тех, кто оказывает услуги людям, ставка составляет 4%, а для тех, кто работает с компаниями – 6% Пользоваться режимом могут люди с доходом от такой деятельности до 2,4 миллиона рублей Сумма не бог весь какая, но тут важен сам прецедент Люди охотно вышли из зоны черного заработка, чтобы улучшить отношения с родным государством А заодно, надеясь, расширить свои права Лучше получить 64 тысячи новых плательщиков, которые немного делятся своим доходом, чем вообще не получить ничего Наши государственные мужи это понимают Ситуация с налогами живо напоминает мне прежние годы, когда кондукторы буквально бились с пассажирами общественного транспорта за оплату проезда Теперь же большинство людей дают деньги совершенно добровольно А если транспорт едет без кондуктора, то не поленятся передать оплату водителю Так в итоге будет и с налогами Еще одной шумной темой завершающейся недели стало высказывание спикера Госдумы России Вячеслава Володина о возможных правках Конституции Комментарий на эту тему дал советник главы фракции Единой России Михаил Маркелов Нельзя не отметить тот факт, что после заявления Вячеслава Володина тут же началась такая массированная атака на председателя Госдумы Со стороны различных информационных каналов, источников, где, по сути, вырывая из контекста сказанные слова, пытались придать определенную интригу его высказыванию Здесь, конечно, очень важный момент Он заключается в том, что при формировании правительства Государственная Дума на сегодняшний момент и депутаты Государственной Думы реально из этого процесса исключены Это сложилось исторически, сложилось в силу многих причин, это прописано в нашей Конституции и, соответственно, с буквой закона весь депутатский корпус так и действует Но при этом существует форма отчета правительства, ежегодного отчета перед депутатами Государственной Думы и председателем правительства Здесь возникает вопрос, заслушав отчет и давая какие-то рекомендации по тем или иным болевым вопросам или жизненно важным вопросам Депутаты, представляя интересы собственных регионов, от которых они избирались, участвуют в процессе формирования повестки дня правительства Но почему-то, опять-таки, в силу многих причин, они не влияют на состав этого правительства У президента практически нет возможности маневра в том плане, что он не может опереться на мнение самых разных представителей нашего общества А это очень важный момент, потому что ответственность на себя берет президент В определенной степени и председатель правительства, но главная ответственность президента и рекомендуемые кандидатуры, соответственно, обсуждаемые в правительстве, утверждаются президентом И было бы, наверное, логично, чтобы у президента было бы несколько возможностей опереться на ту или иную кандидатуру, учитывая мнение как депутатского корпуса, так и мнение кабинета министров и председателя правительства Ну, кабинет министров, он еще тогда, если не сформирован, но речь идет об отдельных министрах Тогда, вы знаете, гораздо, наверное, будет верно и правильно говорить о том, что идет разделение ответственности А не только президент у нас отвечает за весь состав министров, кабинета министров, которые назначаются Можно привести элементарные примеры Даже в случае с теми громкими, резонансными, коррупционными делами Ответственность должна лежать в том числе на тех людях, которых призывают или назначают этих министров на должности И вот при возможной схеме, когда кандидатуру представляют от депутатского корпуса Вот при обсуждении открытым, при, возможно, каких-то слушаниях там парламентских Вполне может быть такие форматы, почему нет Вот если эта кандидатура этого человека обсуждается широко И его рекомендует, допустим, Государственная Дума То в том числе ответственность лежит и на депутатов, которые рекомендуют этого человека Это во многом, во многом снижает коррупционные риски Будет снижать, по крайней мере И в этой связи, конечно, предложение вполне здравое Потому что, подчеркну, депутатский корпус имеет отношение к формированию бюджета К утверждению бюджета А к формированию кабинета министров пока не имеет никакого отношения То есть фактически спикер Госдумы предложил, чтобы депутаты взяли на себя часть ответственности за назначение министров А так называемые эксперты заявляют, будто Володин пытается превратить президентскую республику в парламентскую Хотя люди, склонные к трезвому мышлению, как известный аналитик Иван Данилов Указывают, что исполнительные власти быть более ответственной не помешают У нас республика должна быть не парламентской, а ответственной И только тогда мы избавимся от ситуации, когда 26 триллионов честно накопленных рублей Стоят где-то в закромах правительства на запасном пути, а диспетчер путается в показаниях Хотя по расписанию бабло уже давно должно было уехать на национальные проекты в регионы Условный гражданин Петров из Приморья не имеет возможности спросить условного министра экономики о том, где все-таки эти деньги Но такая возможность у депутата, за которого гражданин Петров отдал голос, однозначно должна быть Более того, у министра должна быть закрепленная на высшем законодательном уровне ответственность в смысле ответа на этот насущный вопрос Причина многих негативных явлений в нашей стране, до той же упомянутой ранее коррупции, как раз безответственность Вот был в правительстве министр Абызов, за что он отвечал? За что-то виртуально А теперь его обвиняют в краже вполне реальных денег Если депутаты будут участвовать в рассмотрении кандидатур министров, то это снизит шансы таких Абызовых на попадание на высокий пост Кстати, о другом аспекте ответственности Наше государство, судя по всему, больше не собирается спускать на тормозах безответственное поведение и на внешних фронтах Если раньше Госдума начала предварительный подсчет ущерба, который нанесли Крыму в годы украинской оккупации То теперь в процесс включился и Севастополь Об этом сообщила спикер Заксобрания города Екатерина Алтабаева Мы, безусловно, также будем принимать участие в этом процессе Мы уже собираем материалы о том ущербе, который был нанесен нашему городу, сказала Алтабаева По ее словам, в Заксобрании будет создана специальная рабочая группа По моему поручению, этим вопросом занимается руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Аксенов Мы уже разослали запросы в органы государственной власти, общественные организации, научные и научно-образовательные учреждения И ждем ответа о нанесенном ущербе Как думаете, что ответили на действия нашего государства Евроукры? Правильно, они тут же закричали, что клятые москали должны им за то, что Украина была самой развитой республикой бывшего Советского Союза По мнению Михаила Маркелова, психически здоровый человек не может относиться к этим заявлениям серьезно Мы все прекрасно понимаем и в здравом уме находимся И поэтому отдаем себе очередь, что за годы как раз-таки советской власти, за годы Все, когда Украина была в составе Советского Союза, это была одна из самых преуспевающих республик Всегда на территории Украины люди жили в мире согласия Никогда не было никаких конфликтов и спорок Развивалась промышленность, колоссально развивалось сельское хозяйство Была настоящая житница Украина По словам эксперта, депутатам даже просто интересно разобраться Насколько был доведен до ручки огромный потенциал Севастополя и Крыма Вопрос действительно стоит не в том, чтобы вывести какую-то точную цифру А вообще понять, насколько потенциал Крыма, колоссальный потенциал Претерпел серьезный и потерпел серьезный урон за годы, когда эта республика была в составе Украины Как выкачивались ресурсы из Крыма и Севастополя Что делала украинская власть с людьми, которые чувствовали себя на грани выживания Я подчеркиваю, выживание жизни в Крыму было тяжелейшее Учитывая тот факт, что я неоднократно сам лично сталкивался, как журналист Когда работал еще с проблематикой крымской Несколько фильмов делал о Крыме И помню ситуацию, когда мы приезжали И было страшно, например, заезжать на территории близлежащего района с Симферополем В Бахчисарай было страшно заезжать В Бахчисарайский район Потому что везде были самозахваты земель Везде были конфликты, в том числе на национальной почве Все вот это Мили Меджелис, так называемый, запрещенный у нас В который возглавлял один из людей, который разжигал национальную рознь Мустафа Джимилев Когда отстреливались целые политические партии на территории полуострова Как пример партии Евгения Податева, когда 12 человек партийцев были убиты в течение двух или трех месяцев Когда люди, которые хоть как-то пытались организоваться и создать общественные организации Признавались коллаборационистами и на них заводились уголовные дела И СБУ, деля власть с воровскими всякими бригадами и бандитами службы безопасности Украины По сути творило абсолютный беспредел в Крыму И уровень жизни в Крыму был намного ниже, чем на всей остальной Украине Вот за все это, кстати, тоже можно предъявить счета У убитых украинскими оккупантами крымчан наверняка остались родственники Которые могут обратиться в суды вплоть до ЕСПЧ Решением которого так рада российский оппозиционер Понятно, что даже в случае выигрыша Украина вряд ли выплатит компенсацию Но это лишь пока Неизвестно, сколько еще просуществует это государственное недоразумение И вполне возможно, недалек тот день, когда новые украинские власти признают и компенсируют все преступления, совершенные предшественниками Если мы заговорили о беспределе, который творили украинские оккупанты То нельзя пройти мимо того, что сейчас делают в Севастополе ментальные братья Евроукров О том, какие достижения приписывают себе чиновники во главе с губернатором Дмитрием Овсянником И чем эти вымышленные подвиги оборачиваются в реальности, расскажет мой коллега Алексей Процко А в Севастополе все по-прежнему Газета «Слава Севастополя» выходит давно немыслимым для себя тиражом 100 тысяч экземпляров На всех страницах подвиги губернатора И в этой бумажной жизни, вероятно, действует принцип «камень-ножницы-бумага» И бумага всегда побеждает камень А на самом деле как раз стоит бояться камней Не до конца отремонтированные подпорные стены на Матросском бульваре могут рухнуть Если реконструкция объекта не возобновится А так как здание правительства Севастополя Инициировавшего одностороннее расторжение договора с благотворительным фондом на реконструкцию бульвара Находится под этими подпорными стенами Именно его и может завалить в первую очередь Об этом шла речь в среду в ходе рассмотрения дела о реконструкции Матросского бульвара В арбитражном суде Севастополя Были представлены документы о том, что было необходимо укреплять подпорные стены Поскольку в случае невозведения данных подпорных стен Произошли бы оползни обвалы, что причинило бы ущерб как жителям Севастополя Так и непосредственно правительству, чье здание стоит рядом с участком Как скоро будет поставлена точка в деле возобновления реконструкции Матросского бульвара благотворительным фондом Сказать сложно На следующем судебном заседании суд начнет изучение доказательств по делу Оно назначено на 22 апреля на 14.00 На этой неделе на заседании бюджетной комиссии Заксобрания, на которой рассматривал света губернатора на принятые Заксобранием поправки к бюджету Продолжалось два часа, сопровождалось бурными спорами и было перенесено, поскольку письменные пояснения по всем предлагаемым губернаторам вопросам депутатам так и не предоставили На словах губернатор и его зам всей душой за ветеранов, но поступки говорят о другом Как нетрудно догадаться, на заседании было произнесено немало пафосных слов о том, что депутаты якобы не хотят увеличить выплаты ветеранам При этом на увеличение ветеранских выплат направляется менее 38 миллионов рублей Общая же сумма запланированных перераспределений – около полумиллиарда Список вопросов, ответы на которые депутаты считают необходимым прояснить до голосования, очень длинен Вот некоторые из них Более чем на 2,5 миллиона правительства хочет сократить расходы на переоснащение медорганизаций, занимающихся оказанием помощи онкобольным Почти на 2 миллиона сокращаются расходы на создание объектов пожарной безопасности в сельской местности Более чем на 17 миллионов увеличиваются расходы на пассажирские перевозки На 134 миллиона сокращаются расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры На почти 20 миллионов предлагается уменьшить расходы на строительство и реконструкцию поликлиник Почти 5 миллионов направляется на духовно-культурное возрождение армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов Стоит напомнить, что это лишь малая часть запланированных передвижек бюджетных средств В списке вопросов, непрозрачность которых непонятна депутатам – 30 пунктов Вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев по традиции попробовал попросить депутатов дать ему денег просто так, а он найдет, куда их потратить Еще один вопрос сокращений расходов бюджета – это 97 миллионов рублей, предназначенные на ремонт здания театра имени Луначарского Как пояснил Илья Пономарев, проектировщик существенно превысил тот объем средств, который предусмотрен ФЦП И сейчас по требованию государственного заказчика перерабатывает свой проект Если коротко, проектировщик предложил фактически снести театр и построить его заново Но мы полагаем, что это объект культурного наследия, ценный и важный для города И здесь необходимо ограничиться работами в том контуре здания, который есть на сегодняшний день Замечания проектировщику даны, он пошел их отрабатывать и во второй половине года обещает выполнить свои обязательства Не исполнит, расторгнем, вернем средства аванса и будем заниматься с другой организацией Бодро пообещал вице-губернатор Эти слова вообще-то способны напугать всякого, кто хочет театру добра К чему приводит расторжение контрактов все севастопольцы видят на примере Парка Победы 12-й школы в Инкермане и еще нескольких десятков объектов Предложенное правительством сокращение на некоторые медицинские расходы Соответствует тому слуху, который взбудоражил общественность В последнее время в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что реорганизация приведет к ликвидации городских поликлиник и к сокращению медперсонала в оставшихся В Нахимовском районе, например, призвали горожан провести общественное обсуждение и отстоять горбольницу номер 3, мол, ее закроют и все будете возить детей в центр города или в другие районы Но в департаменте здравоохранения утверждают, что подобная информация недостоверна, а опасения граждан напрасны В процессе реорганизации, которая проводится в соответствии с распоряжением правительства Ни одно структурное подразделение больниц не будет закрыто, заверили в ведомстве Под сокращение попадет только административно-управленческий персонал Ну что ж, подождем Алексей Процко специально для программы «Геополитика» с Русланом Осташко Еще одним подвигом севастопольского недогеракла стало упорное нежелание встречаться с жителями возглавляемого им города Если сходить на сайт правительства Севастополя, то в вывешенном там графике приема гаража напротив фамилии Овсянникова нет никакой конкретной информации Вот эти прописанные дни приема ежемесячно по отдельному графику Это ведь обычная фикция, поскольку нигде ни в одном разделе сайта правительства нет этого отдельного графика По которому якобы принимает ежемесячно Овсянников На невозможность попасть на прием к главе региона указывала и депутат Госдумы Наталья Поклонская Которой пришлось недавно играть роль зиц-губернатора, выслушивая севастопольцев вместо того, кто должен это делать У него, я понимаю, много дел, город, там вопросы разные, важные, но ввиду его занятости можно было бы направить хотя бы представителя своего, чтобы он поприсутствовал, послушал чаяния людей Потому что севастопольцы приходят, практически каждый просит об одном в конце своего выступления Пожалуйста, Наталья Владимировна, договоритесь о приеме, о моем приеме к губернатору Я не понимаю, в чем проблема, почему нельзя встретиться с людьми И происходит это на фоне публично озвучиваемой государственной линии на открытость и доступность чиновников Об этом на завершающейся неделе вещал никто иной, как первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко Важнейшая вещь на сегодняшний день это как раз способность разговаривать с людьми Потому что важнейший запрос у людей к власти это сокращение дистанции Одна из ключевых проблем для России это слишком большая дистанция власть Уровень управления максимально близкий к людям, он является принципиально важным для страны Но в условиях изменения мира, цифровизации и повышения значения интернета А мы в эти дни празднуем 25-летие Рунета, создания интернетов России Сообщества, которые определяют интересы и потребности людей, становятся гораздо шире То есть политические системы в мире строились по принципу места проживания Потому что другой привязки скорее не было Потом к ним добавились зоны интересов, связанные с общественными и политическими организациями Но сегодня это и сообщества в социальных сетях, это и профессиональные сообщества Есть ли в Севастополе интернет? Ну конечно же есть Помогло ли это горожанам сократить дистанцию с напыщенным главой правительства? Не, а не сколько И этого самого главу экспертный институт социальных исследований в марте Назвал лидером роста рейтинга среди недавно занявших пост губернаторов Такое вот сокращение дистанции, которого, как и прочих громких провалов Овсянникова Почему-то упорно не замечает администрация президента России Чтобы не заканчивать программу на пессимистической ноте Дам слово моему коллеге Роману Романову Он расскажет вам о том, какими новыми объектами культурной инфраструктуры Может прирасти любимый Севастополь уже в текущем году 9 апреля стало известно, что в Севастополе появится целых три новых театра Которые должны будут открыться в городе в ближайшие три года Так, по словам исполняющего обязанности заместителя губернатора города Ивана Кусова Строительные работы власти планируют начать уже в 2019 году Будет построено три новых театра ТЮЗ, Театр танца и Театр оперы и балета В большом культурном кластере И в этом году, надеюсь, что мы дадим старт строительству всем трем объектам Сказал Иван Кусов По данным городского управления культуры строительства двух новых зданий для Севастопольского театра имени Елизарова На 750 места театра юного зрителя на 514 мест предусмотрено федеральной целевой программой Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года Цифры о количестве мест и сроках выполнения строительства пока не являются окончательными Но уже точно можно сказать, что новые театры скоро появятся в городе Кроме того, в городе приступили к реконструкции большого городского парка 60-летия СССР Об этом лично рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников Отметивший также необходимость привлечения к подобной деятельности частных небосударственных организаций и предприятий Я бы хотел обратиться к предпринимателям города У нас большое количество общественных пространств реконструируется за счет бюджета города Это большие парки Анны Ахматовой и Фиолентовский парк Сейчас будем сдавать парк Победы и реконструировать парк на Астанаке Саева Они могут выбрать лестницу, подпорную стену, небольшой скверик, маленький уголок, парк Выйти с предложением, у нас перечень всех объектов, которые нуждаются, город есть Мы очень хорошо отнесемся к этой инициативе, сами включимся и сделаем наш город уютнее и красивее К сожалению, в последнее время за два с половиной года только бюджет этим занимается Казалось бы, неплохая инициатива привлекать к совместной работе бизнесменов и негосударственные предприятия Которые совместными усилиями могли бы сделать город лучше и уютнее Но тут сам губернатор ведет себя крайне цинично и непоследовательно Либо Овсяников страдает проблемами, связанными с памятью В 2018 году реконструкцию Матросского бульвара за собственные деньги организовал благотворительный фонд 35-я береговая батарея Уже 27 ноября прошлого года работы пришлось прекратить Из-за того, что правительство города аннулировало ордер на земляные работы И на объект была вызвана полиция, которая зафиксировала прекращение работ Общая стоимость работы оценивалась около 500 миллионов рублей На момент прекращения реконструкции уже было потрачено более 80 миллионов Из которых все 100% являлись частными инвестициями То есть проект создавался без использования бюджетных средств Во многом прекращение работ было связано с личной позицией Дмитрия Овсяникова Которого почему-то не устроил подрядчик Теперь, спустя полгода, Овсяников снова призывает частников вкладываться в город Но возникает вопрос А не поступит ли губернатор так же, как с 35-й береговой батареей Не превратит ли проект в долгострой А вместо благодарности не затаскает очередных благотворителей по судам Очевидно, что непоследовательность губернатора свидетельствует о его импульсивности В принятии решений Либо о том, что правительство города не в состоянии самостоятельно решать сложные вопросы И планировать свою деятельность на длительный срок Хорошее ли это качество для руководителя? Вопрос риторический Сюжет подготовил Романов Роман специально для геополитики Будем надеяться, что нам удастся обуздать чиновников И описанные романом, а также многие другие проекты будут воплощены в жизнь В общем, борьба продолжается Таков финальный аккорд в сегодняшней программе Надеюсь, она вам понравилась И вы будете ждать моего следующего появления в эфире в таком же формате ровно через одну неделю С вами был Руслан Асташко И итоговая еженедельная программа «Геополитика» Смотрите независимое телевидение Севастополя Всего вам доброго и до свидания Редактор субтитров А.Семкин